ребятушки всем привет вы на канале джонни кэтсул и это обзор на новый крейсер пан америке встречайте сан мартин топ с фишками виде оперативной перезадки снаряжения крутой хилкой и бронебойными снарядами бро если тебе ролик понравится то подписывайся на канал а также качай группа ссылки в описании если ты еще не с нами и получишь крутые бонусы для старта в том числе премиум линкора и пался и 2 миллиона серебра и так сан мартин по броне практически такой же как вустер обшивка нас 25 это не уровень конечно легких крейсерок 16 и мы хотя бы можем открывать 305 калибр но уже любой линкор вас гарантированно пробивает и заносит очень много палуб 30 но и вы не ощутите ага и ямато все это ломают республика бургунь та же самая цитадель 127 миллиметров это мало нет разнесенки легко выбивается даже с эсминцев типа эльбинга калибера линкоры и крейсера могут вас отправить ваншотом в порт при этом у сан мартин гораздо хуже траверсы цитадели чем у вустера это означает что линкор вас легко пробьет либо в нос либо в корму с этаделями с двумя может быть с тремя может быть даже ваншотом я с таким конечно не сталкивался но такое будет происходить это точно результате сан мартин не предназначен для танковки тем более линкоров но выживает в бою если вы не подставляете он очень круто потому что читерные хилки и их интенсивность перезарядки но об этом чуть позже боеспособность 5 4300 и по т за 7 процентов кстати хп больше чем у бустера артиллерия 10 пушек калибром 152 миллиметра с исключительно бронебойными снарядами они по всем параметрам уступают орудием вустера либо минотавра за исключением баллистики зарядка 5 и 3 это конечно быстро но не настолько как у устра и минотавра и он не способен заливать зажимом здесь лучше залпами стрелять хорошая наводка 8 и 3 орудия как бы зенитные и некоторые проворачивают на 360 проблем с этим не будет дальность 15 5 меньше чем в устро но есть возможность эти корректировщика и он кидает на километров 18 19 при этом баллистика лучше чем устро попадать можно по линкорам уже не исключительно бронебойные снаряды с льготным главами рикошета но с обычным взрывателем и если минотавр по эсминцам выдает пробитие по надстройкам по легкой броне то сан мартин способен сквозить а это всего лишь одна десятая от максимального урона при этом еще раз он хуже по перезарядке в результате орудия достаточно посредственные долго носит урон при этом легко контрат если цель встает носом тогда уже идут рикошеты но урон носить можно в бою за счет того что сам корабль очень живучий в долгой катке 150 сделать получится старайтесь бить по казематам по надстройкам но вблизи можете выбить стиль легким крейсером у сан мартин есть торпеды такие же как на флэшере 10.5 дальность хода хорошая выпуска их 5 сборта на борт неплохой второстепенный вооружение поможет вам забрать кого-то в упоре а устра кстати торпед нет вот ценили 85 отличная дальность более-менее нормальный урон но в отличие от американца здесь нету заградки гапа в отдельных слотах я предпочитаю играть с гапом и без заградки авик на вас способен заходить особенно опасны бронебойные штуки они будут гарантировать вам цитадели но если вы не успеете довернуть маневренность максимал к 36 и перекладка с модеркой за 2 ляма 6.8 комфортно маскировка станет конечно хуже но даже с таким билдом она 10.1 очень инвизный корабль в полной прокачке будете примерно 9 светиться но я считаю это излишне для рандома лучше повысить живучий за счет маневра снаряжение обратите внимание у нас 5 зарядов ремонтов дивизионов как на минотавре такой же расходе но их еще больше хилит отлично вот все цитадельный урон даже если ты поживешь торпеды все равно восстановишь боеспособность и это работает связки с оперативной подготовкой снаряжения при набитии определенное количество попаданий по противнику будет доступна кнопка f ее нажимаете и любые расходники будут перезаряжены на 85 процентов быстрее кстати у вас база перезарядка хилки будет примерно секунд 20 вы сожрали одну хилку поражали оперативную перезарядку снаряжения 20 секунд прошло еще одну хилку сжираете она очень много восстанавливает короче убить сан мартин за счет этого без какого-то внушительного урона сразу но практически невозможно равномерно он очень круто хилит при этом габ здесь подрезанный я понял почему потому что вы всегда бы его прожимали и заметность у вас обнаружение торпед и кораблей вернее всего лишь три километра это как гап на д-ринге в последнем слоте есть на выбор либо корректировщик либо рлс к рлс к на 9 километров конечно в какие-то режимы где нужны победы например ранги берите рлс q но помните что поясминцам вы даете сквозняки дальности здесь меньше чем на вустре поэтому я рекомендую взять корректировщику он поможет кидать на 17 километров при этом делать попадание тем самым набивать оперативную подготовку снаряжения и она от к дэш и корректировщик ваш то есть у вас дальность в бою ну практически всегда будет комфортные 18 километров вот он сборка здесь я решил поставить защиту машин отделения можно кстати взять модерку на гап я думаю так даже будет лучше но я не покупал за уголь хочу накопить на х и т разгон плюс читерные рули и перезарядка дальность конечно нам бы пригодилась но он мы же играем с корректировщиком поэтому досылатель и сборка кэпа все как на картинке альтернативно можно где-то усилить по либо взять на втором уровне мастер-корректировщик подготовили пан американца погнали спать бой и делать выводы итак карта раскол стреляя по пауэртрика для того чтобы набить оперативную перезарядку снаряжения как вообще все это работает вам надо постоянно попадать по противнику не обязательно пробивать и сделать примерно 67 хороших залпов в таком случае перезарядка набивается для этого лучше всего подойдет какой-то линкор поэтому я играю с корректировщиком чтобы поднять достать по линкору и набить перезарядку если же цели уходит из дистанции вашей стрельбы или пропадает в инвизии то прогресс набитие шкалы оперативной перезарядки очень быстро улетучивается стоит это понимать как лучше всего использовать оперативную перезарядку снаряжения вы получили большой урон нажали хилку у вас есть оперативная перезарядка снаряжения вы видите что постоянно сможет наносить урон по кому-то линкору жмете оперативную перезарядку потом заново ее набиваете также интересный момент то что оперативная перезарядка работает 30 секунд хилка 20 если вы нажмете хилку и сразу оперативную перезарядку снаряжения то хилка время действия хилки закончится раньше чем время действия оперативной перезарядки и ваша хилка будет открыться на 85 процентов быстрее то есть вам нужно чтобы действие любого вашего расходника закончилась раньше чем работа оперативной перезарядки снаряжения либо же просто нажать оперативную перезарядку снаряжения когда расходник в откате при этом можно перезарядки все корректировщик габ либо там заградку конечно же читер на ремонт дивизион который станет практически все и даже аварийную команду бывают такие моменты когда тебе повесили два пожара ну допустим thunder и ты потратил аварийку и тебе он опять повесил три пожара все плохо допустим хилки у тебя нету либо она в кд ты можешь оперативной перезарядкой от кд и аварийку и потушиться это прикольно 52 тысячи я набил проблема у сан-мартина кстати возможность то что я взял корректировщик вместо усиления хп башен но их постоянно критуют причем за 14 каток у меня был там три бой где башню выбивает вообще в крест и если сан-мартин пойдет на вас то чтобы законтрить вы должны встать носом тогда бронебойки будут река шатировать и старайтесь ему выбить башни вы это сделаете легко строить убить башню где 3 ствола и он вообще ничего вам сделать не сможет тем самым вы помножите на ноль как видите играю постоянно в отвороте ну примерно как на вустере напоминаю что у этого корабля брони мало хоть и выживаемости много но чтобы он выживал вам нельзя получать огромный урон сразу ну и желательно не получать стадели они конечно хилятся но рано или поздно все таки вам игра не позволит это сделать поэтому я становлюсь в отвороте и помогаю контролировать точку нанося какой-то урон по линкору но главный минус сан-мартин это отсутствие фугасов фугас все-таки лучший боеприпас он чем-то напоминает смесь вустера и минотавра но сильно уступает по артиллерии этим крейсерам у вас нету такой крутой перезарядки вас нету быстро взрывателя и по эсминцам вы мало полезны будут сквозняки треугольник после первого залп который вы сделаете поставить корму либо нос и все будет уходить рикошеты из-за фугаса вы не можете кого-то поджечь или если бы это был вустер пробивать легко 30 миллиметров и уничтожать любые крейсера тут так не получится поэтому артиллерия одна из худших на уровне но все это компенсируется как бы огромной живучестью корабля выше чем у минотавра и вустера и ты можешь на протяжении боя играть хилиться в результате в долгих катках урон как бы набивается но в более быстрых урона больше вывезет либо минотавр за счет быстро взрыватель скоростейности либо вустер за счет скоростейности и фугасов качать ли сан-мартин тут стоит понять вам умеете ли вы играть на минотавре либо том же самом устре если у вас получается то идите по ветке сан-мартин если вам не нравится ни американец ни британец то поверьте на сан-мартине все еще будет для вас хуже тут много кнопок много пониманий боя то есть стоит ли тебе сжать и предпрезерядку сможет ее потом набить стоит ли откатывать расходники ну и восьмерка очень такая дебильная как по мне девятка еще более-менее но тоже придется попотеть да и в рандоме как-то кораблей этих немного то есть народу они не зашли понятно почему плохо наносит дамаг и выживать сложно но для этого я вам рекомендую поставить рули мне же кораблик понравился в нем есть небольшой фан то что тебя не могут банально убить но если ты не подсадишься до и и я получал нем удовольствие потому что постоянно попадаешь какой-то экшен жмешь эти кнопочки расходники сравнил его с гибралтаром и в устром было два стрима ну у стречи то лучше насчет гибралтар там конечно спорно гибралтара значительно мощнее пушки но выживаемость ниже будет ли сан-мартин полезен в какие-то другие режимы тут тоже непонятно потому что нет фугасов там вообще никто не будет бор тебе ставить еще касаемо гапа он мне здесь не нравится на 3 километра с дейлинга хотелось бы 5 то есть корабли ты обнаруживаешь слишком поздно и торпеды он не особо ты помогает здесь можно нажать оперативно перезарядку снаряжения кстати но запускается циклон я без рлс к лс к на 9 километров тут установлено вместо корректировщикам я уже сказал почему играю самолетом чем кораблик от меня получает наверно заслуженные 7 из 10 до разработчики смогли что-то новое но ничего такого имбова ты не вышло советы по сан-мартину внимательно смотрите на ваше снаряжение может где-то переназначить кнопки и жмите оперативную перезарядку только тогда когда ваш расходник либо в откате либо он откатится раньше чем время работа петельной перезарядки попробуйте поиграть с корректировщикам с рулями занимайте отворот набивать перестреливает оперативная оперативно перезарядку и не ставьте стадель ну и конечно ловите борта ходов это понятно это очевидно участвую перезарядку для того чтобы от когда шить габ меня здесь светит скорее всего токанаси но вы удивитесь вот почему я беру что я плохой я жму в ответ мне нужен был габ непонятно что с торпедами я не высвечу токанаси то что него больше чем у меня у меня на три километра вот в этом бы я и понял что здесь подрезанный также в таких ситуациях пожалуйста можно поднять корректировщик он полетает и посмотрит что происходит вокруг тебя в бою то есть корректировщик как бы компенсирует отсутствие раски он же тоже может обнаружить корабли в циклоне конечно ничего не понятно мы жестко летим 800 очков у противника три точки красные две мы еще как-то стопим ну удобно перебрасывать ушки с борта на борт да здесь смотрите мгновенно уже на левый борт их перекинул и работают по курфюрту советую линкором выцеливать оконечки либо броню казематов если это какой-нибудь 32 миллиметровый линкор по конечкам бывает вылетает 5000 8 может быть 7 белого наш паназиатский смит героически погибает хотя нет нет еще кстати пока что жив стреляю в настройке курфюрту туда мы его пробьем честно говоря думал здесь получишь набить больше урона уже хочется выйти на торпеду атаку по славе потому что меня ахилка есть а перед тем перезадка снаряжения есть меня точно быстро не убьют но слава подставляется под наш линкор и все хп у него вылетучит вообще удивительно что и ваншотом не забрали кстати корабль настроен так если ты идешь вперед ты можешь работать только из двух своих башен а это всего лишь 5 столов с предзадкой 5 и 3 что не очень быстро если подставляешь еще одну заднюю уже могут убить стадель 166 здесь я упустил кстати по рт и к потому что был занят вниманием ну мое внимание было сконстрировано советском линкоре и итальянском марка полу мне на бронебойка этого ошибка потому что бронебойками он бы меня гарантирует пробивала возможно достал стиль нос а так бронепробитие его полу бронебой если не ошибаюсь 114 миллиметров или 104 стиле он не достанет поэтому я могу спокойно развернуться перед ним бортом поздно откатываешь его перезарядку и мне крайне сильно повезет что по рт река не шотнет хотя у него льготы у меня брони мало чудом я выживаю жму вообще все что тут есть юки и так далее и я снимаю мне башня в крест поэтому в по рт река стреляют тупо из трех пушек американец отвлекается и в отличие от вустера пожалуйста используем полезные торпеды с флэчера и на этом весь экшен бы закончится потому что в дальнейшем я возьму точку б но на а меня убьет геринг вот таким лучшим сан мартин да прикольно выживаемость очень жесткая лучше чем у севастополя по сути но артиллерия артиллерия на низком уровне это компенсируется конечно расходниками долгим с вами бою и торпедами но в ситуациях когда вам не дадут не буду давать борта не набьете урон подписывайтесь на канал ставьте лайки пробуйте такую сборку на сан марте